Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и мои замечательные гости сегодня. Деннис Роза, директор региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и фонда лиц с нарушениями развития интеллекта «Лучшие друзья» и Евгения Стифонова, руководитель пиар-службы этих же организаций. Всё правильно? Да, всё правильно. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Разговор у нас пойдёт о том, чем занимаются эти женщины, и чем они увлечены в своей жизни, и самое главное, зачем им всё это нужно. Вот в двух словах то, что я знаю о вашей организации. Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» занимается социализацией, активизацией молодых людей с инвалидностью, отстаивает права людей-инвалидов в России, продвигает инклюзивное образование, предоставляет услуги в области трудоустройства для людей с инвалидностью и членов их семей, осуществляет юридическую поддержку людей с инвалидностью, организует международный кинофестиваль «Кино без барьеров», и, в общем-то, занимается такой некой благодетелью с точки зрения самих дел. Что вы можете сказать о своей организации, что она из себя представляет? Это же благодетель в каком смысле? Благие дела. От фразеологизма «благие дела», то есть дела, которые направлены на помощь, на поддержку других людей. Мне кажется, даже больше у нас организация направлена на активизацию, на включение людей в обществе. И вот, может быть, мы даже иногда слово «помощь» не говорим, потому что мы считаем, что, чтобы это не звучало, как будто мы помогаем, а мы даже, скорее всего, помогаем вместе. Даже сейчас у нас идут такие занятия для детей с инвалидностью и без. Они учатся снимать, делают фотографии. И их задача потом делать фотографии своего мира, друг к другу, и через это тоже стать, ну, может быть, и начинать дружить, ну, и познать что-то новое для себя. То есть ключевое слово «вовлечение», да? И вовлечение, и через вот это вовлечение, какой рост и саму активизацию. Может, активизация громко сказана, но чтобы человек потом сам захотел быть в обществе, он сам начинает жить активно, имеет активную позицию. И потом он сам тоже начинает втягивать и других людей, отчасти своим примером, отчасти иногда какие-то выступления. Может быть, он даже станет своего рода наставником, для других ребят с инвалидностью. Например, у нас сейчас лидерская программа, одна из задач, мы стали обсуждать с ними, это подростки. Вы не хотите быть наставниками сейчас? Они же два года участвуют в проекте, сейчас им по 15 лет, кому-то 16 лет. Они сейчас согласились. Они, наоборот, очень хотят быть наставниками для детей, которые меньше, да. Они уже такие активные, они уже много делают, выступают везде, имеют активную позицию. Кто-то рассказывает об инклюзиве образования, потому что они находятся в этой среде. Кто-то выступает на сцене, что они много делают. И сейчас они готовы уже быть таким же примером для других. А много таких ребят у вас занимаются? Сейчас это, наверное, ну не такое, это, может быть, человек 20 в Москве. Но мы сейчас подбираемся больше и больше, и в регионах там тоже есть такие ребята. То есть это одна из ваших задач, инклюзивное образование, которое вы продвигаете в России. И занимаетесь вы этим, как я поняла, два года. Инклюзивным образованием нет, много лет. Много лет занимаетесь. Да, наверное, 8-10 лет. 8-10. А с чего вы начали? Вот забегаю немного вперед. Давайте тогда начнем лучше с самого начала. Вы приехали из Америки. Какая разница между восприятием людей с инвалидностью в России и в Америке на тот момент была, когда вы приехали? Ну вот могу сказать честно, на тот момент, поскольку я не занималась тогда вопросом людей с инвалидностью, я даже не замечала людей с инвалидностью. Я их не видела. Вообще их... Их не было. Ну, они были, да. Но они не встречались. Да, я их не встречала, да. Это был 89-й год. И мне кажется, надо было очень искать. Даже в 94-й, когда я начала заниматься этим, даже тогда надо было прямо искать или попадать в какую-то организацию специальную, да, организацию людей с инвалидностью. Наверное, по своим домам. Как вы с ними начинали работать? Что вы для них делали? Кто вам помогал? С чем, с каким багажом вы приехали из Америки сюда? Был ли там опыт у вас такой работы? Ну, у меня опыта не было. Но, может быть, у меня больше всего была убежденность. Например, я не видела разницы. Для меня был человек с инвалидностью такой же, как человек без инвалидности. Я не видела, что он... Я понимала, что он такой равный. И что он должен иметь такие же возможности. Потому что у меня в голове вот такая была картина. Который вот... Я, на самом деле, думала, что у меня вину многих такая картина. Но казалось, что это не так. Потому что у людей здесь, они просто с этим... У них не было. Они даже большинство людей никогда не видели людей с инвалидностью. С ними не общались. То есть вы, по сути, россиянам показывали таких людей, которые живут рядом с ними. Открывали для них эту информацию. Ну, для многих. Не только... Ну, можно сказать, я это делаю, но я это делаю вместо своими коллегами. Потому что одна из наших первых задач в организации это привлечь в организации именно людей с инвалидностью. Подготовить их в качестве лидеров. Чтобы они дальше смогли, конечно, и изменить отношения. Изменить... Ну, как вы говорили о том, что вот... Увидев, что есть такие люди с инвалидностью, мне кажется, важно, что они не только есть, но когда они есть, и они могут говорить о своем опыте, о себе. Слушайте, они всё равно должны были уметь выступать. Они должны были быть уверены в себе. И вот это для кого-то это был такой путь. Это был не сразу... Сколько поначалу у вас было таких людей, с кем вы работали? Ой, ну это сложно сказать. Но на самом деле мы... Ну, их было немного, да? Ну, их немного, но если говорить о молодых... Потому что одна из наших задач, когда мы начали, в 97-м году, в 94-й у нас такая работа была в основном с всероссийскими с инвалидом, а когда мы стали самостоятельной организацией, то есть мы были представительством американской организации, а когда мы стали самостоятельными в 97-м... В 97-м году вы стали организацией, созданной в России, правильно понимаю? Да, да. И тогда мы решили, что очень важно именно работать с молодыми людьми с инвалидностью. И мы стали делать разные программы, чтобы их вовлекать. Например, мы стали готовить молодых людей, чтобы они потом ходили по школам и проводили уроки по пониманию инвалидности, или, как мы их называем сейчас, уроки доброты. И многие из них... И мы организовали для них транспорт, мы их обучали, мы потом им помогали, мы даже им платили вот такой... Ну, типа степень, не было небольшой зарплату. И чтобы это была ответственность, они относились к этому очень ответственно. Это было и в Москве, и во многих... У нас было, наверное, 5 городов в разных городах России. И эти ребята пошли по школам и обсчитали общаться с детьми, что, наверное, благодатная аудитория. Хотя дети, большинство детей, конечно, они первый раз увидели человека с инвалидностью, или не зрячего человека, человека на коляске. И они, как правило, ну, поскольку у нас занятия были так построены и интересно, это был такой диалог, это был интерактив, большинство детям это очень нравилось. И они уже переставали замечать, да, что те люди, которые находятся с ними рядом, имеют какие-то либо ограничения. Ну, я думаю, что не то, что они перестали замечать, но они стали с ним общаться просто дружественно. На равных. На равных. Просто они не почувствовали барьер, они не стеснялись с ними говорить. Мне кажется, это главное. Я даже помню, однажды мы были в Великом Новгороде, и мы там приехали открыть пандус. Там был кафе, они построили пандус. Наша задача была там помочь им открыть вот этот пандус. И там и дети пришли. Или, вернее, ребенок просто ушел мимо, который был тоже на этих уроках. И он увидел молодого человека на коляске, который, ну, ведущий. И он к ним так побежал. Он побежал к ним, так обрадовался, поздоровился с ним, стал с ним беседовать. И я подумала, вот это да, это значит, вот это сработало. Вот наша программа там. Потому что этот ребенок точно его не стеснялся. И просто вот, наоборот, очень сильно обрадовался, увидев его. И не подумал, что подумают другие люди, которые проходят мимо сейчас, видят меня. Еще подобное. А как вы ощущаете, Денис, русские люди отзывчивые? Очень отзывчивые. Им просто подсказать что-то нужно, да? Открыть глаза, наверное. Ну, у меня сейчас, кстати, был очень интересный тренинг. С сотрудниками Трансэром. И это именно по этикету. Как общаться с людьми с инвалидностью, которые там попадают на борт, которые в аэропортах. И мне кажется, мы увидим, что люди, иногда у них бывает стеснение. Это, наверное, не только у них, вот этой группы, но они стесняются иногда. Для них это новое. Или они боятся что-то говорить. Они боятся обижать. Но когда они уже знают... Как общаться, да? Как общаться. Что-то больше этого какая-то боязнь. Даже обижать. Или делать что-то неправильно. А когда они начинают, они понимают, наоборот, люди очень идут навстречу. И хотят помогать, хотят поддерживать, хотят, чтобы этот человек почувствовал включенный. А как вы думаете, вот в момент, когда люди испытывают этот барьер, люди здоровые, люди с ограничениями, вот те здоровые люди, они стесняются заболевания того, кого видят, или они стесняются своего здоровья? Я думаю, скорее всего, они стесняются, кого они видят. Мне кажется, они стесняются человеку, который от них отличается, который они... Ну, они его не знают. Они его не понимают. Они, может быть, даже не знают, что они могут что-то делать, и делать этому человеку плохо. Или что-то сказать, и делать это человеку тоже неприятно. Или какое-то слово сказать, что ему сделать неудобно. Денис, подскажите, пожалуйста, вот многие представители общественных организаций не рекомендуют в процессе общения называть таких людей инвалидами. Почему это такое? Это определение, некоторое определение, которое, как мы видим, инвалидов, в общем-то, не сильно трогает, они понимают свою судьбу, своё состояние. Почему не принято и нехорошо говорить это слово? Ну, я могу сказать для нас, что мы просто уже... Во-первых, конечно, слова, надо сказать, что слова, и это, кстати, не только в русском языке, можно сказать, что даже и в английском, во многих языках есть слова, которые определяют какую-то группу людей, которые за последние 20 лет, можно увидеть, как вот эти слова изменились в это время. Очень часто это пожелания самых людей. Например, афроамериканцы. Когда я выросла, никто не говорил афроамериканцам. И поэтому вот сейчас это принятое слово. Это считается корректное слово. И это и нейтральное, и вы никого не обидите. И мне кажется, вот здесь тоже был процесс, идиот до сих пор. Я бы сказала, что нет окончательного ответа. Потому что мы, например, для себя выработали слово. Мы решили, что слово, такой термин, как человек с инвалидностью, он может быть самый безобидный, и он понятный. То есть человек с ограниченными возможностями здоровья, во-первых, здесь слово здоровье, и не у каждого человека именно проблемы со здоровьем. Если у него получил травму позвоночника, скорее всего, здесь могут быть такие проблемы, где он заболевает. То есть он не больной, но в какой-то момент своей жизни он может заболеть гриппом, естественно. Когда он уже живёт, он уже на коляске, нельзя сказать, что у него какие-то проблемы именно со здоровьем. Ну это, конечно, тоже люди разные. Там бывают хронические проблемы у людей, но в любом случае мы решили, что всё-таки хорошо, когда ребёнок, мы говорим, ребёнок с синдромом Мэддауна, или человек с аутизмом, или ребёнок с аутизмом, или взрослый с аутизмом. То есть человек в общей своей массе, но с чем-то. Да. То есть он что-то с собой носит или несёт, и это ему как-то там мешает или добавляет что-то в его жизни, правильно? Да. И мы как раз в наших организациях, мы это обсуждали с нашими партнёрами, но хотя не все, но многие до сих пор говорят там, используют слово «инвалид». И слово, мне кажется, «инвалид», он не совсем нейтральный, но он всё-таки имеет свой багаж. Такой негативный, я бы сказала, как многие слова, потому что слово «инвалид» исторически всё-таки. Но если перевести, конечно, мне кажется, иногда перевод неправильно, если «invalid», значит, человек ничего не стоит. Но если другая история, понятно, что это исторически французские слова «инвалид», это означало людей, которые заканчивали, когда они были на войне, получили травмы после войны. Но вот всё равно... Разные значения этого слова, тем не менее, несут негативный характер. Ну, нам кажется, что в основном это негативный характер, но есть слова, которые более негативные. Например, человек прикован к коляске, это точно негативно. Слушай, наверное, можно найти слова, которые очень... Мы даже делаем такое упражнение с людьми, иногда с журналистами, иногда просто там с молодёжью, с представителями каких-то компаний мы обсуждаем разные термологии. И мы обсуждаем, какие есть образы вокруг, какие ассоциации с этим термином, какие чувства вызывает именно вот такой термин. Это фокус-группа, которым вы задаёте конкретные вопросы. Вот слово, вот к нему какая идёт ассоциация личностное восприятие, какая эмоция сопровождает эту ассоциацию, что вы чувствуете, да? Вот таким образом. Да, да, да. Но это не фокус-группа, я бы сказала, это просто участники тренинга. И мы это обсуждаем с ними, мы считаем, что важно. И обсуждать с людьми с инвалидностью тоже, например, с молодыми людьми, с детьми. И когда мы начинали нашу программу лидерскую, мы обсуждали тоже с ними термологию. Но что важно, какие слова использовать, какие лучше, может быть, избегать. Мы хотели услышать изменения, мы хотели, ну, их мнение, их идея. Ну вот, и потом мы уже всё-таки вырабатывали вот какое-то там общее решение. И мы сейчас используем во всех книжках, везде мы, и вот мы говорим всем сотрудникам организации, что у нас вот такие термины. Надо их использовать. И всем от этого будет хорошо. Ну, нам кажется, да. Мы прервёмся на минуточку и продолжим. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мои гости. Денис Роза, директор региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и фонда «Лиц с нарушениями развития и интеллекта. Лучшие друзья». И Евгения Стифонова, руководитель пиар-службы. Мы только вот минутку назад говорили о том, как важно правильно формулировать свои мысли, и своё отношение к людям, которые имеют некие ограничения, и с которыми можно общаться на том же уровне, как и с самим собой, и с такими же, как ты. Мне хотелось бы задать вопрос Евгении. Жень, вот вы находитесь по возрасту в разных поколениях с Денис. Как вы видите, как вы чувствуете, как вы общаетесь с теми ребятами, с которыми Денис работает, так же, как она, или по-другому? Есть ли разница в вашем общении? Я, наверное, немного расскажу, как я вообще попала в эту сферу. У меня не было никакой миссии изменить мир, или как многие могут себе представить. Я познакомилась с Денисом совершенно случайно. Я в 2010 году искала работу, и у меня очень хотелось сделать какой-нибудь кинофестиваль. И один мой знакомый сказал, что вот есть такой фестиваль кино без барьеров, есть Денис Роза. Хочешь, вот я могу вас познакомить, и ты можешь его делать, ну, помочь ей организовать. Я думаю, классно, кино без барьеров. Я сразу представила себе фестиваль по арт-хаусу. Думаю, что-то это такое вот интересное, необычное. И я помню, что я пришла на собеседование, первый раз увидела в огромном количестве людей с инвалидностью. До этого в жизни я не сталкивалась. И у меня был небольшой шок. Ну вот что вы испытали, кроме шокового состояния? Это как, если разложить эти эмоции, какие-то? Ну, наверное, вот как раз, как вы говорили, у меня было чувство какой-то... Вины. Вины, да, потому что я думала, ну вот как у меня всё нормально, а у кого-то нет. И у меня так было прям вот стыдно. Неудобство. Неудобно, стыдно, да. Боязни. Боязни не было, было неудобно, очень неудобно. И я не знала, как себя вести, было страшно. И потом, ну, я могу сказать, что эти страхи прошли через неделю совместной работы моей с ребятами, с моими коллегами. Потому что, когда ты каждый день сталкиваешься с комиссионной валидностью, ты уже перестаёшь обращать внимание, потому что вам вы делаете какой-то совместный проект, какую-то совместную идею, и тебе тут не до жалости, не до страха, не до сожаления, не до всего прочего, потому что у вас есть конкретные сроки, конкретные задачи, и какая-то конкретная идея, которую вы пытаетесь вместе реализовать. Вот это был мой такой переломный момент. Я помню июль 2010 года, вот эта неделя, когда мне было в какой-то момент... Борьба чувств была внутри, да? Неудобно, да. А потом, я не помню, как это прошло, но помню, что со мной рядом сидела моя коллега, у неё не было ног. И вот я помню, что я так сидела сдержанно, боялась пошевелиться, иногда лишний раз куда-то сходить, чтобы не доставить чувств, ну, дискомфорт. И ещё было несколько моих коллег с инвалидностью тоже в одной комнате с нами. Но потом, когда я видела, насколько эти люди профессиональны, насколько они компетентны в своих вопросах, и когда они со мной советовались, или тоже мне что-то помогали, подсказывали, потом вот это вот всё ушло. И я не могу сказать, в какой момент это произошло. Поэтому, когда мы... Ну, я зову своих друзей к нам на мероприятия, фотографов, тех же журналистов, у нас бывает, что я готова к тому, что первый раз, когда они придут, они забудут, зачем они пришли. Потому что бывало такое, раз фотографы приходили фотографировать, волонтёрить, и они просто стояли, смотрели, входили в ситуацию. Ну, вот уже на второе-третье мероприятие всё нормально проходило. И все думали, боже мой, что у меня было до этого в голове, какой кошмар. Типа, откуда это всё вообще появилось? А вы с такими людьми проводили предварительную беседу, как вот Денис рассказывает, что есть такая работа с людьми для общения их с людьми с инвалидностью? Да, иногда мы проводим. Чаще всего так и есть. Я тоже провожу тренинги, вот благодаря Денису, наверное, организации, потому что до этого я этим не занималась. И в том числе для журналистов. Я сама закончила журфак МГУ, для ребят журфака МГУ я провожу тренинги. Вот ездила на форум в Анапу, там собирали молодых журналистов со всей России. И мы с ними общаемся, делаем какие-то тренинги, водные беседы, то есть смотрим, как хорошо показывать на фотографиях или на видео, как лучше это делать. То есть никому... Ну, есть вот у журналистов тоже стереотип, допустим, если на фото мы видим человека с инвалидностью, обычно его как изображают, что он бедный, несчастный, сидит один, одинёшенек, и всё у него плохо. И я пытаюсь донести мысль, что если мы так позиционируем ребят с инвалидностью, людей с инвалидностью, так мы их и будем воспринимать. Давайте как-то уже менять. Вот и те люди, которые к нам приходят, с теми, с кем мы проводили эти занятия, с кем мы не проводили предварительный бесед, они видят, что у нас нету вот этих вот стереотипов, и что мы общаемся все одинаково. У меня есть друзья, с инвалидностью есть на коляске, например, у меня друзья, и я могу спокойно прийти в свою компанию, где друзья мои без инвалидности, и никто не будет чувствовать себя дискомфортно. То есть как-то специально иногда я это не делаю, чтобы вот, посмотрите, вот сейчас будет показательное выступление, мы вот сейчас придём, а вы поменяете у себя в голове что-то. Просто, ну, я живу так же, как живу, продолжаю просто... Просто это процесс, он такой длительный, и происходит в вашей жизни, уже интегрируется в саму жизнь, в личную жизнь, правильно? Да, да. Вы бы поменяли место работы вот сегодня? Как вы ощущаете? Ну, я имею в виду, из этой деятельности, из этого вида деятельности вы бы ушли в какую-то другую сферу пиара? Вы знаете, меня приглашают иногда в бизнес-структуры, и иногда мне хочется поменять, но это не связано никак с темой, с которой я работаю, это связано просто с какими-то идеями, которые мне бы, может быть, хотелось реализовать именно профессионально. Тогда вернемся к вашей профессиональной деятельности и вот этому фестивалю, который вы упомянули, «Кино без барьеров». Что это за фестиваль? Расскажите, пожалуйста. О, это прекрасный фестиваль, международный, о жизни людей с инвалидностью. На фестиваль к нам приходят фильмы, снятые людьми с инвалидностью, и снятые о жизни людей с инвалидностью. Это документальное кино? Кино абсолютно разное. Есть полные метры, есть художественные, документальные фильмы, есть короткометражки, есть социальные кино, есть ролики, социальная реклама. Есть у нас фильмы, снятые детьми. Денис, может, мне тоже добавит что-нибудь. У нас все показы бесплатные для всех. Это проходит в кинотеатрах Москвы? Да, проходит кинофестиваль в кинотеатрах Москвы. Шестой кинофестиваль был в кинотеатре художественном, кинотеатре «Октябрь». Мы вот с кинотеатром «Октябрь» уже два фестиваля провели. У нас были церемонии закрытия и детская программа там. Надеемся, что и в будущем будем там. Сейчас кинотеатр художественный на реконструкции, и мы сейчас ищем кинозал, где будет проходить фестиваль вот этой осенью, в ноябре он будет. Сейчас у нас начинается скоро прием заявок. То есть ваш фестиваль проходит всегда по осени, да? Да. Это международный фестиваль. Это международный фестиваль. Какие страны принимают участие в нем? Ой, у нас столько разных было стран. Австралия, Австрия, Франция, Англия, Канада. Не знаю, но каждый раз у нас от 15 до 30 стран представлены. Да, серьезные. Но за все фестивали, по-моему, у нас 42 страны. Иран, Ирак. Однажды у нас был как раз из Ирана и из Израиля вместе выступали, ну, представляли свои фильмы. Он проходит только в Москве, или это международный фестиваль, который еще и в других странах проходит? Ну, он начинается в Москве. Как раз опускается. Начинается даже. То есть это не финальная стадия в Москве, не единственное мероприятие, которое связано с этим названием «Кино без барьеров». «Кино без барьеров» проходит в Москве. Основной фестиваль. Он проходит раз в два года. И потом, в течение следующего года, эхо кинофестиваля проходит по регионам России и странам СНГ. То есть те фильмы, которые занимают номинации, они потом едут в регионы и их показывают в региональных кинотеатрах для людей, чтобы они могли посмотреть и познакомиться с этим творчеством. Да, все верно. Также мы на фестиваль приглашаем режиссеров, актеров, героев фильмов. И иногда, когда у нас проходит эхо кино без барьеров по регионам, мы стараемся кого-то пригласить из интересных спикеров в регионы, чтобы люди могли пообщаться, спросить, что-то посоветоваться. Иногда бывают очень интересные... Мне кажется, что у нас отличается от других фестивалей тем, что, как правило, по-моему, приезжает только режиссер, приглашает режиссера. А мы настаиваем на том, чтобы были тоже герои, приезжали. Потому что герой... Это олицетворение той идеи, которая... Ну, тот самый человек с инвалидностью, о которой мы снимали, и потом опять у него возможности общаться здесь с людьми. Но это обычно самые яркие моменты в нашей фестивале. И я знаю, что и не только нам нравится, что они приезжают, но у нас только... Им самим нравится. Им самим нравится очень много отзывов и от режиссеров, и от самых героев. Как им нравится. Вот там был даже канадец, который... Вы сейчас её вспоминали, Шан. И он даже хотел снять фильм. Он стал искать финансирование, чтобы снять фильм о нашем кинофестивале. Потому что он сказал, что он был на многих кинофестивалях, но это был самый интересный, самый такой вот, ну, живой. Ну, наш фестиваль, он такой душевный, и он меняет судьбу людей. То есть вот приходит... Представьте, у нас же не огромная бизнес-структура, у нас некоммерческая организация. На фестивале мы привлекаем огромное количество волонтёров. В прошлом году у нас было девять направлений волонтёрства. В каждом направлении был свой тим-лидер, который отвечал за направление. Ребята занимались логистикой, они встречали, провожали режиссёров, сопровождали их по Москве, потом дежурили на местах. То есть в каждом кинозале, в каждом... Ну, сколько это было точек, и сколько это было людей, вот волонтёров в общую сумму? Приблизительно. Ну, даже если сказать вообще с самого начала, потому что у нас первый фестиваль в 2002 году, тогда у нас вообще денег почти не было. И у нас волонтёры также, и все фильмы, они их смотрели, и они их дали, переводили. Только субтитры надо было делать отдельно, но они многие сидели просто в себе и переводили фильмы. Это не просто простая задача, это было не профессионалы, потому что у нас не было финансирования. И вот на самом деле у нас очень много действительно всегда поддержки. Я не знаю, в прошлом году от 100 и за... Было где-то около 150 или даже больше волонтёров. Я могу сказать за пресс-центром, потому что логистику, я даже не знаю, там было ещё, наверное, больше. Ну, одних фотографов было где-то 30 человек примерно. А всего на фестиваль сколько приезжает участников? Ну, у нас, по-моему, около 5 тысяч. Ну, включая вот закрытие. По-моему, около 5 тысяч было в прошлом году. Ну, это серьёзная цифра. Ну, у нас, конечно, был... Мы очень... И мы сейчас ищем представь себе кинофестиваль, киноплощадку, потому что до сих пор, к сожалению, найти зал, который совершенно доступный, удобный для людей с инвалидностью, поскольку у нас, конечно, не все зрители, но у нас, наверное, 50 на 50 зрителей с инвалидностью, зрителей без. Может быть, всё равно меньше зрителей с инвалидностью всё равно. У нас... Мы всегда ищем площадки, которые совершенно доступны. Ну, вот это непростая задача. Сейчас мы опять ищем. А как вот сейчас, Теннис, как сейчас, на 2014 год? В Москве стало больше мест, которые стали доступны для людей с инвалидностью. Нет, ну, конечно, стало больше мест. И вообще стало больше. Пандусы стали появляться по стране. Ну, и пандусы, и есть и подъёмники, и есть торговые центры, которые, кстати, там, как правило, доступны. И там есть тоже ресторанник, кафе внутри. Есть транспорт, который стал доступен. Конечно, сложности с погодой, и вокруг площадки, ну, где там остановка. Но я знаю, что очень много делается сейчас. И нас вовлекают в какие-то советы, чтобы повлиять на ситуации. И мне кажется, в Москве... Я не могу сказать о всех городах, хотя мы общаемся с нашими партнёрами, и что-то там, много чего там тоже делается. Есть программа «Доступная среда», которая дает финансирование федеральное на то, чтобы сделать и школы доступные. Но, конечно, единственное, что делать школы доступные, они прямо первоэтаж делают доступный. И всё. Ну, иногда даёт ещё подъёмник, если возможно. Но делать, конечно, первоэтаж — это мало. Да. То есть нужно, чтобы дети... Ну, и потом нужно, чтобы это было не только пандусы. Надо дальше. Потом нужно, если речь идёт об инклюзивном образовании, это и отношений, это подготовка педагогов. Это должно быть больше. Но если сравнить с тем, что было 10 лет назад, конечно, многое сделано. Мне кажется, сейчас делается намного профессионально. Уже понимание другое, чем было. Раньше такие пандусы строили. Потому что их можно иногда сейчас встречать. Но, как правило, сейчас больше знаний, больше пониманий, как это сделать, как сделать условия для людей с инвалидностью, пока не меняется. Я не знаю, вот именно Сочи. И там, конечно, по-разному. Я думаю, но мы видели домики. Мы недавно были. И мы смогли посмотреть на один из домов, который якобы даже не был для паралимпийцев. Но он был совершенно доступный. Он был замечательный. То есть сейчас уже всё, что строится, оно всё учитывает уже эту историю. Ну, она должна учитывать. Должна учитывать. Да, она должна учитывать. Там же есть нюансы. Не только чтобы было доступно, чтобы было комфортно для всех. Вот, допустим, если брать наш фестиваль, мы делаем его доступным не только в понимании для людей на колясках, а для того, чтобы его фильмы могли посмотреть, а не зрячие. Многие, наверное, думают, как это вообще возможно. Но есть специальный переводчик, который озвучивает, что происходит на экране. И человек, который не видит, он может тоже вот эту атмосферу прочувствовать, когда ты сидишь в кинотеатре. Сидя в зале, в кинотеатре, в наушниках, слушая сурдоперевод, всё равно вовлекаешься в эту атмосферу. Ну, это называется тифлоперевод. Тифлоперевод. И это описание. То есть они, это между диалогом. То есть идёт диалог, и потом между диалогом ты должен успеть. Это, конечно, непростая задача. Но есть такие обученные люди. И переводит, хорошо описывает, что есть на экране. И когда есть, вот это, конечно, человек может получить полную картину, хоть понять, что там, только романтиолог, что там происходит. Также у нас есть переводчики для неслышащих ребят. И субтитры. И субтитры. Плюс для, ну, мы постараемся максимально большую аудиторию привлечь, что это для иностранцев в том числе, потому что к нам приезжают из разных стран. И мы, конечно, ищем переводчиков. Иногда это бывает такая толпа, особенно на мастер-классе, когда идёт диалог с кем-нибудь из героев, там, с режиссёром или с актёром. У нас в последний раз было, что выстроилось там пять переводчиков, то есть разные языки, язык жестов, потому что там, может быть, английский и русский отличаются, то есть это уже два переводчика. Плюс это ещё сидит тифлопереводчик с человеком, который не видит, и ему там пытается что-то... Ну, то есть это интересные такие процессы происходят. В общем, если подвести итог кино без барьеров, это не просто название фестиваля или какой-то посыл такой, чтобы объяснить, что это фестиваль для людей с ограничениями. Это не для людей, это о людях с ограничениями для всех. Абсолютное отсутствие барьеров. Мы вернёмся через минутку в студию. И снова здравствуйте. В студии Катерина Романова и мои гости. Денис Розов, директор региональной и общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и фонда лиц с нарушениями развития интеллекта «Лучшие друзья». И Евгения Стифонова, руководитель пиар-службы. Мы сегодня говорим о том, насколько возможно, и силами моих гостей этот процесс движется, насколько возможно разрушить барьеры между людьми, которые имеют какие-либо ограничения, людьми с инвалидностью разных форм, и с людьми, считающими себя здоровыми. Не оговорка про считающуюся, потому что многие люди, которые имеют четыре конечности целиком, носят в себе внутри какие-то заболевания, также с диагнозом инвалид какой-либо степени. Мне бы хотелось... То есть мы поговорили о том, что у вас... Чем занимается организация «Перспектива» в целом? Чем занимается... Какой вид вашей деятельности в международной фестивале «Кино без границ»? Я все это напоминаю нашим слушателям, кто позже подключается к нашей беседе. А вот мне бы хотелось спросить у вас вот что. Фонд «Лучшие друзья России». Я вот вашу регалию называю, и здесь два таких глобальных фонда, которыми вы руководите. Вот фонд «Лит с нарушениями развития интеллекта» «Лучшие друзья» — это что за организация? Ну, как три года назад, уже четыре года назад. Может быть, даже пять лет мы узнали об этой организации. Это американская организация, которая ставила себе такую задачу, что люди с нарушением развития, чтобы они дружили вместо с людьми без инвалидности. Допустим, это человек с синдромом Дауна или другой нарушением интеллектуального развития. И чтобы у него был друг — это старшеклассник или вот человек, или студент. Идея в том, чтобы через вот эту дружбу, через вот это общение двух человек человек включается в общество, у него жизнь меняется, у него появляется и вот этот круг, ну, новый круг друзей, может быть, и новый круг, но вот именно семьи тоже, с которыми он начинает общаться. И вот это меняет его жизнь. Вы находите таких людей и знакомите их друг с другом. Что мы делаем? Да, это волонтерское такое движение. И это, надо сказать, что это программа, движение, или там это фонд, он во многих странах, сейчас 52 страны, имеет такое представительство. Но это всё начиналось в Америке в 89-м году. В Америке там около 500 тысяч или даже больше таких волонтеров. Ну, в Москве пока у нас около 200-250 таких людей, которые активно участвуют и в школьной программе, и студенты. И это люди с инвалидностью и без. И главная задача опять это общение, дружба. И мы находим друга для человека. Зачем мы, человек заполняет, человек волонтер без инвалидности, как правило, это студент, и он заполняет анкету, говорит, какие у него интересы, ну, с кем бы хотел дружить, какие у него ограничения, может быть, он работает на выходные, тогда ему удобнее общаться там в будние дни. И мы стараемся находить для него друга, который подходит по интересам, это среди людей с инвалидностью. И они начинают дружить между собой. И у нас много замечательных примеров. Вероника и Дима, которые дружат уже почти два года. А Вероника, она уже работает, поэтому это гражданская наша программа. И они общаются постоянно, общаются там ежедневно, созваниваются. Иногда они ходят там куда-то, они, не знаю, в кинотеатр ходят. У нас другие ребята ходят в кафе вместе. Иногда они ходят вчетвером, если там... Не станет близко друг к другу. Да, или они, и бывают студенты, которые учатся вместе, у них тоже друзья, они куда-то ходят. Иногда мы сами организуем такие мероприятия. Например, на Рождество, на Новый год мы организовали большое мероприятие. Как раз нам американский посол пригласил у себя на замечательном своем доме организовать прекрасный вот такой праздник. И все участвовали, около 300 человек. И родители были там, и педагоги были, и ребята из наших школьных программ, и студенческих программ. Но главная наша идея, конечно, через это общение, мы уже видим, как ребята меняются. Потому что, как правило, люди с нарушениями развития, у них круг семья и другие ребята с инвалидностью. И все. Ну, может быть, если они ходят в колледж, но очень редко бывает, чтобы они работали. Конечно, я считаю, это на следующей программе. У нас просто пока финансирования нет, чтобы развивать такую программу. И поэтому им очень важно вот эта дружба, им очень нравится тоже. Это общение, дружба с людьми, с ребятами, с их возраста. Без инвалидности. А возраст имеет здесь значение? Я имею в виду, что вы знакомите, вы упомянули, что вы знакомитесь со студентами и с работающими уже людьми. А вот с какого возраста вы начинаете их знакомить? Есть просто разные программы. Есть программа школьная, а есть программа молодежная уже, то есть студенческая. Если студенческая, там есть даже гражданская программа. Это те, которые уже работают. А студенческие, это буквально через какие-то вузы. У нас участвует сейчас шесть разных вузов. Но мы считаем, что в любом случае лучше всего, чтобы это были, если это дети, дети с детьми. То есть одного возраста. Одного возраста. Потому что это может быть человек уже, который работает, и человек с инвалидностью, который постарше. Ну, я не знаю, там 30-40 лет такой. Ну, или если это дети, это, конечно, детского возраста. Поэтому мы ищем людей, которые тоже не близко по возрасту. Но это только со старших классов вы начинаете? Или в младших, в средней школе тоже есть? Сейчас мы это делаем только в старших классах. Чтобы это было какое-то создание. Потому что здесь важно, даже в старших классах, иногда не получается им встречаться вне школы. Вот иногда вот есть поясин, к сожалению, со стороны, ну, самых родителей, детей с инвалидностью, что что-то может случиться. Поэтому они встречают своего ребёнка и провожают домой. И поэтому нет очень много возможностей им вдвоём общаться. Мы создаём вот такие возможности внутри школы, когда они могут общаться между собой. Ну, и, как правило, ребята без инвалидности ездят к ребятам с инвалидностью. А вот у вас есть из известных личностей певица глюкоза, которая дружит с одной девочкой с синдромом Дауна. Да? Да, ну, надо сказать, что Наталья, да, вот Иоанна Вичистякова, Наташа, да, она, ну, наверное, не было бы этой программы тоже без её поддержки, потому что с самого начала она сама проявила интерес к программе, она узнала о программе уже в Штатах, она познакомилась с нашим, ну, основателем нашего фонда, и ей очень понравилась идея. Идея именно через как раз дружбу, общение, идея включения в общество человека. И она сейчас посещает все наши мероприятия, и её все ребята знают хорошо, и она прямо вот, на самом деле, когда она появляется, она приносит какую-то такую необычную радость к нам, потому что она общается со всеми просто наравне. Нет никакого, мы все вот танцуем вместе, общаемся вместе, и она вот как раз очень, мы видим, как она радуется, увидеть ребят, как ребята точно, как только она появляется, они всегда счастливы, когда она у нас вот на мероприятиях. Ну, это только с ней такая история, или вообще ребята радуются, всегда видев своих друзей, своих партнёров, и общаясь вот в этом сообществе, лучшие друзья, как они вообще? Я думаю, что ребята всегда позитивные, но они Наташу, конечно, очень любят, то есть они, в принципе, всегда говорят, а Наташа будет сегодня, когда какое-нибудь мероприятие, мы говорим, там, Наташа сегодня, там, не может, она занята, или там, да, Наташа будет, там, дикий восторг, но ребята сами позитивные, они всегда, они приходят, это тоже такой интересный опыт, вот если вы к нам придёте на мероприятие, надеюсь, вы к нам придёте, они каждого нового человека обнимают, есть у них вот такая привычка, и этим повергает в шок тоже иногда тех людей, которые приходят, особенно журналистов, у меня была одна журналистка, она пришла, и она ко мне подошла потом после мероприятия, говорит, Жень, спасибо, я говорю, за что? Она говорит, ты представляешь, меня тут обняли, там, к ней подошёл, ну, один из участников программы, говорит, там, ну, меня зовут, там, Саша, журналистка, он говорит, а как тебя зовут? Журналистка в ступоре смотрит, потому что она вроде как по делу, она отвечает, и на это участник программы её просто обнимает, и она не знает, что делать, она смотрит в этот момент, что делать, обнимать в ответ, вроде как ответ прост, ну, такой был шок, такой, глазами она смотрит, у меня же тоже, что мне делать, вот этот момент, так смотрела, интересно. И ребята очень открытые, они могут рассказать себе, как день прошёл, чем они заинтересованы. Эта вот открытость и искренность, она иногда нужна нам в каждый день, поэтому наши мероприятия, они такие очень дружеские, очень открытые. Если кому-то нужны позитивные эмоции, это вот точно к нам нужно. Это если в жизни скука одолела, то надо обязательно посмотреть, как живут другие и порадовать. Мне кажется, тоже важно, что они чувствуют, что здесь искренне к ним относятся. Действительно, когда приходят туда, вот там, как правило, люди приходят не осуждать, не критиковать, а именно пообщаться. Наверное, такие просто к вам не приходят, потому что, ну, какой смысл? Я думаю, если к нам придут такие, они станут другими. Другими? Женя оптимист. А какие у вас ещё есть проекты в вашем фонде и вообще в организации «Перспектива»? У нас замечательная программа по трудоустройству. Мы же, ну, сказали коротко об этом. Но мне кажется, это очень успешно у нас, ну, идёт именно трудоустройство. Мы это называем опять тоже инклюзивное. Потому что вот исторически в России, в Советском Союзе, люди с инвалидностью, они работали в таких отдельных предприятиях. Там ещё есть такие предприятия, и хотя, наверное, они служат цель для кого-то, многие хотят всё-таки иметь другую возможность. И мы стали вот тогда, тоже, по-моему, в 2003 году, мы решили всё, мы всё-таки постараемся развивать возможности для людей. Человек хочет работать, мы постараемся ему найти работу. Это просто несложно, это была непростая задача. Потому что общество было совершенно не готово его принимать. Работодатели не готовы? Работодатели, да. Но тогда, сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась. Но нам пришло... Вначале мы думали, что мы сейчас поработаем немножко с человеком, мы поможем ему стать более уверены. Делаем такое, как профориентация с человеком. А потом мы поняли, что нет, это не получится, что мы обязательно должны много работать с работодателем. Сейчас у нас две такие большие задачи. То есть недостаточно подготовить человека с ограничениями для того, чтобы его приняли на работу. Важнее скорее обработать работодателя, чтобы он согласился на это. Но обе стороны важны. И сейчас у нас очень много работодателей. Мы дружим со многими компаниями, которые не только берут на работу, но которые также готовы и выступать, и рассказывать о своем опыте. И как раз заинтересовать других работодателей. У нас, кстати, 19-го числа, в феврале будет такой форум, называется бизнес-форум. Он уже у нас, по-моему, 4-й или 5-й форум. И это мы делаем совместно с бизнесом. И там же они, разные компании, рассказывают о своем опыте трудоустройства, о том, как они брали людей, какие у них изменения произошли в компании, как это на них повлияло. И они рассказывают другим компаниям как раз о своем опыте. На личном опыте это самая доступная форма для передачи информации. Именно бизнес-бизнесу. У нас есть совет по бизнесу. Сейчас 37 компаний туда, про то, что Денис рассказывает. Есть у нас еще интересный опыт, когда мы ребят с инвалидностью обучаем чему-то. То есть сейчас у нас проходят курсы по английскому языку. Нашли специального преподавателя, который занимается английским, с ребятами, которые говорят на языке жестов. То есть есть переводчик. И вот это тоже происходит с переводчиком. То есть обучение языку жестов идет... Нет, обучение английскому. Английскому. На языке жестов. Да. О как. И у нас еще замечательная программа, которая сейчас вообще в разгаре, потому что все хотят узнать о паралимпийском спорте. И поскольку они все слышат, что вот вроде бы сейчас будет Олимпиада, после этого Паралимпиада. И мы стали делать такие презентации в школах, и мы иногда удаются, например, вчера, по-моему, это уже был человек, который занимается слэч-хоккей. Да, Дима Флоров. Он пришел к детям, и он даже был в шоке, когда дети... Потому что дети такие неженые вопросы ему задавали. Кто-то задал. Ой, да, там была картина. У Димы нет ноги одной, но он ходит с протезом. А слэч-хоккей, это как... Там такие маленькие сани, и такие две палки. И это вот так они играют в хоккей. Это вот такой классный спорт. И вот он пришел к нам. Дима пришел на урок этот, и... Ну, а дети, они такие маленькие, откровенные, они говорят, скажите, а у вас какая инвалидность? У вас тоже есть инвалидность? Он говорит, да, у меня нет ноги. И мне рассказывали ребят, которые там были, говорят, и он, ну, поднял штанину, и ногу покрутил. И один ребенок на него смотрит и говорит, вы такой счастливый, вы можете такие трюки делать ногой. Надо будет Диме позвонить, спросить, как прошло. Мы просто дружим, общаемся тоже. И я тоже, честно говоря, долгое время не понимала, какая у него инвалидность, и почему он в этой команде. Я думаю, может, он просто ходит тренироваться. Потом просто уже выяснилось. Ну, просто все, это вот именно вот такой, все равно это пропаганда, просто информирование людей о том, что такое полимпийский спорт. И на самом деле детям очень интересно. Они так увлекаются, они так хотят участвовать, хотят понимать. Мы даже им даем возможность. У нас мячи, мы специально купили мячи, там звоночек в мячи. Мы одеваем на них маски. И иногда мы приглашаем тоже спортсмен, голбол. И оно рассказывает о своем опыте. Но потом мы даем детям, по крайней мере, немножко возможности поиграть, чтобы понять, что такое поймят мяч, если ты его не видишь. Ну, значит, по звуку. Потом сидячий волейбол, мы с ним играем. Короче, такое погружение в том, что такое полимпийский спорт, и почему это здорово, и какие есть возможности, какие есть разные приспособления, которые помогают людям. Потому что, конечно, вот одна из наших главных идей, что общество должно меняться для того, чтобы принять человека с хвалидом. Условия должны меняться, потом не будет чувствоваться, там человек может жить, как он хочет, наравне с другими. И отношения должны меняться. Здесь тоже важны какие-то приспособления, которые придуманы для спортсменов. Если бы не было бы, наверное, такие сани. Ребята не смогли бы так играть. Поэтому очень много классного придумано. Вообще для ежедневной жизни и вообще для спорта, для технологий сейчас много замечательных новых, которые дают возможность и расширяют возможность человека с хвалидностью. Мы тоже это и с детьми, и с разными людьми обсуждаем, потому что нам кажется, важно, вот именно сместилось в отношения, чтобы человек видел, что раньше как раз мне показалось, что человек с хвалидностью думали, что мы должны его изменить, вылечить. Это его проблема. А на самом деле, когда смещается, мы видим, что проблема – это проблема общества. Если мы меняем общество, этот человек становится такой большой потенциал для всех. И вот это как раз одна из наших главных задач и идеи, и принципов и в организации, и в том, что мы делаем. Все-таки измените общество. Изменит общество, да. И отношения к таким людям. Отношения и окружения, да, условия. Я хотела бы подвести такой кратковременный итог. То есть вы занимаетесь тем, что рассказываете о паралимпийских видах спорта детям, людям, коммуницируете их между собой. Вы помогаете людям с инвалидностью трудоустраиваться, вы обеспечиваете им по возможности общения и дружбу по программе «Лучшие друзья». Вы делаете огромный международный фестиваль «Кино без барьеров». Вы продвигаете инклюзивное образование в России. Это все направления или есть еще что-то, что мы... лидерство. Есть еще. У нас есть еще юридические проекты, есть еще театральная перспектива, очень крупный проект, часть лидерского проекта. Есть еще универсальный дизайн и рост доступ в наш проект. С ума сойти. Много людей работает в вашей компании? 52 человека. 52 человека и столько проектов вы ведете? Да, и нужно учесть, что у нас большинство людей с инвалидностью и не все работают полный день. А большинство это сколько? Нет, неправда, у нас многие работают, просто у нас бывает так, что большинство это... Ой, наверное... Но 30 человек есть, точно, может даже и больше. То есть большая часть это 30 из 52 у вас люди с инвалидностью? Да, примерно. И разная инвалидность. Вы считаете, не считали никогда. На которой важно иметь свой уникальный опыт. Для представления. Да. А к вам легко ли устроиться, трудоустроиться к вам в вашей компании? Есть какие-то критерии отбора? Нужно пройти собеседование. И все? Ну нет, конечно, не все же пройдут собеседование. Нет, естественно. Что важно знать, уметь иметь в глазах? Человек должен быть профессионалом своего дела. Но это зависит уже от того, куда он трудоустраивается. Потому что, например, сейчас брали людей ведущих занятий по пониманию инвалидности. И там не было такое вот ожидание. А были психологи? Нет. Не обязательно. Просто люди с вашим образованием? Да. Например, для того, чтобы вести занятия в школах, нам показалась важна вообще общительность. Конечно, умение вот там с публикой себе представить. то мы потом их обучили делать занятия. Слушай, мы все равно потом будем готовить. Смотря до какой позиции, но мы тоже готовы делать какие-то тренинги для людей. Но если это человек, который работает... Я знаю, мы очень часто берем молодых людей и потом мы их обучаем. Да, да. Слушай, они просто обучаются чаще всего на работе. Слушай, вот такое обучение. Практика это называется. Практика. Практика, точно. Да, да. Денис, я бы хотела спросить у вас вот что. Вы в 89-м году приехали в Россию. Потом вы, как я поняла, приняли решение для себя заниматься вот этой деятельностью с людьми с инвалидами. И уже с 94-го года это ваше начало вот в этой деятельности. Вот чтобы работать в такой непростой теме, нужна какая-то личная история? Есть она у вас? У меня нету. То есть это просто вот какое-то стечение обстоятельств, идеи? У меня были люди в своем детстве, которые вокруг меня, которые имели инвалидность. Но сказать, что прямо я вспоминаю, что это кого-то там именно вот ну вот именно из этого человека. Ну что-то побудило из своей личной жизни, что-то побудило заняться этой темой. Такого нет. Я даже иногда сама не понимаю, даже когда я встретилась, ну я увидела вот что есть вакансии. Я мне показалась безумно интересной. Наверное, другой человек посмотрел бы и думал, ну нет, никогда в жизни. Это было устроиться в американские организации, которые именно работают с людьми с инвалидностью. У них был, они должны были организовать здесь офис. Вот я увидела, мне показалось, я пошла на встречу с человеком, который как раз через день это было, это все была такая типа судьба. Очень быстро, да? Очень все быстро. И он как раз был в Москве, он тоже человек на коляске, и, наверное, вот, может быть, даже в Москве, вот первый раз, я не первый раз встретила человека с инвалидностью, но первый раз, наверное, в Москве. Ну, правда, это американец был, он был в гостинице. Я поехала с ним встречаться, потом я тоже спрашивала, как же вообще добираться по Москве. И, ну, потом... Вы не знали языка? Или к тому времени вы уже знали? А у русских, конечно, я уже говорила по-русски, да. Но я учила русский язык. И в 84-м году я первый раз оказалась. Да, там есть такой институт, именно и Пушкина. Я там училась. Это для иностранцев. Ну, вот вы столько лет живете уже в России, по цифре уже 24, получается. Нет, больше 25, больше 25 лет. Если с 89-го, то 25, да. Да, да, летом это будет 25 лет. Ну, это же полжизни. Ну, это много. Ну, или треть. Это очень большая, да, часть. Как вы оцениваете Россию? Она вам нравится? Ну, я был... Мне кажется, я бы давно уехала. Конечно, есть везде, которые не нравятся, но я думаю, это везде, но мне нравится. Это уже... Слушай, когда я говорю, что я еду домой, всегда смеются, потому что если я еду в Америку, обычно я уже не еду домой. Сюда, это уже домой. Сюда домой, да? Да. Хотя, конечно, там у меня много родственников, куда я езжу, в гости. Но всё-таки больше, конечно, сюда я еду домой. И почему... Так я сама иногда задаю себе вопрос. Почему мне здесь так комфортно? Почему мне здесь хорошо? Потому что я помню, я много лет назад, я училась во Франции, и у меня не было такого стремления, когда я была во Франции училась, мне всё понравилось, всё красиво, всё замечательно, но у меня не было такого стремления прямо туда вернуться жить. А когда я оказалась здесь, в 1984 году я очуялась из 4 месяца на стажировке, тогда я плохо по-русски говорила. Я сразу, уезжая, поставила себе задачу вернуться. И вас не испугали 90-е годы в нашей стране? 90-е были непростые. И тем более, что у меня была в то время группа студентов, которые, честно, всё время голодали. но всё равно, и для них даже, может быть, было сложнее, я как-то должна быть постоянно им помогать. Потому что у меня было 25 студентов, американцев. Сначала я работала со студентами, которые сюда приезжали. Но у меня была интересная работа, потому что моя задача была помочь им адаптироваться в Москве. И вот рассказывать о культуре, рассказывать им о жизни людей. И мне это нравилось, потому что я себя чувствовала хорошо, и мне хотелось, чтобы они тоже, им тоже всё понравилось. И поэтому я думала, я была для них хорошей такой пример. Ну, я думаю, что те люди, которые прошли через моё какое-то начало, они, наоборот, зауважались. Они захотели, ну, даже, может быть, вернуться в Россию. Даже многие потом возвращались. Но поэтому у меня была такая особая задача. Потом уже даже, может быть, даже сказать, что то, что я делала, вот когда я начинала заниматься вот серьёзно вопросами людей с инвалидностью, для меня важно было. Я увидела, как американцы, потому что я познакомилась со многими иностранцами с инвалидностью, в первую очередь, американцы. И увидела, как они живут. И увидела вот их образ жизни. И мне очень хотелось, чтобы вот это было и здесь. Ну, не то, что они стали американцами, понятно, но чтобы какую-то свободу, которая свободу передвижения, какой-то, чтобы мир изменился здесь, чтобы люди смогли вот тоже так же жить самостоятельно. Свободно и самостоятельно. Спасибо вам, Денис, спасибо вам, Женя. Удивительная история двух девушек, одна из которых подарила нашей стране пол жизни и сделала столько добра для российских граждан, а другая, которая родилась здесь и в своём юном возрасте примкнула и стала делать добро для окружающих людей. Спасибо вам. Ещё один пример жажды жизни. Спасибо вам.